друзья почему я сейчас выхожу в эфир потому что у нас группах огромное количество каких-то фейковых информационных потоков поэтому пожалуйста поделитесь этим эфиром это будет короткий эфир многие сейчас пишут на армянском языке что якобы 10 пленных которых вернули из азербайджана вернулись благодаря гаги куцару кяну я конечно сейчас вот это читаю и честно говоря я наверное за год думал что можно привыкнуть к вранью но теперь я считаю что якобы гаги к цару кян вернул 10 пленных я просто хочу нашим многим друзьям напомнить что это наглое вранье и гаги к цару кян никакого отношения к пленным не имеет к пленным не имеет никакого отношения кочарян к пленным никакого отношения имеет ван и циан да и ван и циан и кочарян и гаги к цару кян не способны снять даже одного пленного вот это нужно четко понимать что у них нет никаких полномочий никаких сил снять даже одного пленного если бы гаги к цару кян мог бы снять хотя бы одного парня то он уже давным-давно снял бы и одного и пятерых нет я прошу всех поделиться этим эфиром что гаги к цару кян и его сторонники которые утверждают что они кого-то там сняли нагло врут пленных вернул азербайджан вам в обмен на карты минных полей и эта работа продолжится именно благодаря премьер-министру николу пашиняну вернулись эти пленные благодаря той работе которая ведется во время переговоров с их с их хамом алиевым и владимиром путиным и здесь можно точно сказать что это произошло благодаря тем договоренностям которые были в сочи между и хамом алиевым николом пашиняном и владимиром пути что касается 10 пленных они вернулись благодаря большой работе которая продолжается между азербайджаном армении и россии и гаги к цару кян никакого отношения к пленам не имеет кстати говоря я не имею против ничего гаги к цару кяна но хочу особо сказать особо сказать что во время войны 44-гневный гаги к цару кян если вы помните даже не поехал в арцах и отряд гаги к цару кяна его машины по телевизору показывали что якобы едут на войну но в действительности гаги к цару кян и его команда поехали хосровский лес я говорю что нельзя отдыхать в турции женщине и говорит что с турции надо воевать если армянская женщина отдыхает в этой стране то зачем ты пишешь что с турции надо воевать вы за эти три дня доказали что никакой кочарян никакой карабахский клан никакие воры в законе из россии не могут указывать нам как нам жить а пусть тот кто будет смотреть мое интервью тот кто не в армении представь ты сына воспитываешь 18 лет вот те армяне которые меня смотрят диаспоре в россии представьте вы вот если вы сейчас смотрите а я знаю что youtube канала загружают это интервью вы будете смотреть у себя по телевизору вот вы не в армении представь что ты воспитываешь 18 лет своего сына а у тебя в мадагисе 25 числа джалал гарутинян дает команду что азербайджанцы нападают а твой карабахский генерал не выполняет приказ джалала и двадцать шестого вечером карабахский генерал устраивает пьянку при том что танки азербайджанские один за другим 100 танков уже было а там была еще пьянка представь ты 18 лет воспитываешь сына вот те кто меня критикуют гна иди воспитай 18 лет сына отдай этому генералу пусть он убьет твоего сына и я посмотрю ты меня поймешь или не поймешь а я целый год еду всеми погибших и люди сегодня сегодня три дня они мне пишут что они готовы со всех областей приехать меня защитить люди плачут я просто говорю спасибо всем незнакомым людям всем незнакомым людям которые понимают что узла очень страшное лицо зло может одеть добрую маску и творить зло понимаете зло очень коварная те кто занимаются травлей против меня я не боюсь это травле но у вас у вас три дня времени на то три дня я вам даю чтобы прекратить меня обливать грязью есть и рекорд зажама на кэм талис чтобы вы прекратили меня обливать грязью если этого не произойдет если этого не произойдет значит я вам сообщаю что у меня есть достаточно информации чтобы даже тех кто меня критикует настроить за три минуты всю армению настроить против арцавских генералов я вам сообщаю что я могу сделать так что в арцах ни один гражданин армении больше в жизни не поедет и вы поверьте мне на слово что у меня есть очень много видео как арцавские генералы пытают солдат издеваются над ними да вот у меня сегодня бросали опять давайте не будем делать так чтобы я нанес такие удары после которых ничего изменить не получится я последний раз предупреждаю вас у вас три дня времени на это предупредить всех телеграм-каналы в россии и карабахский клан чтобы прекратили травлю против меня если вы это не прекратите потом мы задний ход не сумеем даст значит я предупреждаю что 6 журналистов ереване получили от меня все видео и все доказательства телефоны все фотографии всю информацию я им передал я это сделал для того чтобы если не дай бог что-то произошло они мне дали клятву они мне дали клятву и все шестеро мне дали клятву что если не дай бог со мной что-то произойдет ереване все шесть журналистов опубликуют все это на сайт который я им дал мы сегодня его закончили делать они сумеют в сайте нажать пароли и бросить их в интернет поэтому я даю предупреждение три дня российским телеграм-каналом армянам и карабахскому клану прекратить травлю потому что если этого не произойдет массовой травли да я говорю отдельные уроды могут вонять тогда 6 журналистов которые получили всю информацию запустит ее в интернет те 6 журналистов которые согласились помочь мне их имена я передал компетентным органам мы согласились все что они загрузят все что я сказал итак дальше я не буду накалять обстановку жду остановки травли в противном случае противном случае больше ни один человек в поедет думайте решайте я бросаю мяч на ваше поле а вы уже там решайте еще раз гагик царукян не имеет никакого отношения к пленным всем доброй ночи и до хранит господь тех людей которые не являются шакалами которые нападают на одного человека я один эти все сайты напали на меня ну что ж господь бог рассудит всех